Как геометрические функции можно определить вообще без упоминания геометрии? Можно, конечно, их определить и геометрически, так как делают школы, но там возникают проблемы. Это сделать строк. Но дело в том, что, вот скажем, как определяется сфинка. Вот берем вот углу, его величина равна x, ну и x определяет другим. Но вот он тоже есть. Ну и синус – это этот самый кат. Но если его вот так продолжить, то у нас будет удвоенный кат и удвоенная дуга. Но синус когда-то определялся как длина хорда. Это определение сделается широким довольно-таки сложно, потому что возникает вопрос, а что такое длина дуги? И определить это не очень-то и просто. Ну надо списывать эти многоугольники, чтобы размеры стремились, чтобы стороны стремились к нулю, предел какой-то все равно возникает. В общем, это не так можно. Но есть другой вариант – можно вместо дуги размасывать площадь вот этого сектора. Вот можно проверить, что она равна x пополам. Так что при желании можно было бы определять не как синус угла, а как синус соответствующей вот этой площади. Но тут тоже возникает вопрос, что такое просит сетка, что такое просит круга. Но предпринятие тоже не может построить. Конечно, геометрию можно абсолютно аккуратно вложить, введя соответствующие отломы. И все наказывали на основе этих условий. Но такие построения геометрии, они все довольно сложные. И в школе их, в общем-то, не проходит. Хотя попытки внедрить это все в школу были в каком-то упрощенном виде. И это крайне не понравилось учителям и школам. Потому что все-таки это довольно тяжело. Но возникает вопрос, а можно ли геометрические функции определить вес всего на геометрию? Ну, надо сказать, что геометрия, она сильно обращаем к делу. Например, ввязи на эту картинку, совершенно очевидно выиграли примерно такой-то раз. Ну, действительно, подвоенный синус – это хорда, а 2х – это дуга. Ну, конечно, дуга короче. Ну, можно написать, что будет больше х. Ну, естественно, имеется в виду, что х должен быть достаточно маленький. Ну, это, наверное, геометрически совершенно очевидно. Как там? А вот мы вот так восстановим за точки перпендикуляр. Получается опять прямовой треугольник, уже углом х. Каче единица. А вот это качество это есть по определению там. Ну, его можно вот так вот, на самом деле, нарисовать. Вот отсюда как-то неизвестно. Ну, это самый так. Ну, и симметричную картинку нарисуем. И получается, что вот эта вот ломаная состоит из двух там. А вот эта луга, у неё длина сборит. Ну, и понятно, что ломаная находится вне людей, её как-то охватывает. Она, конечно, длиннее. Это кажется очевидным. Ну, и получается вот это дело. Ну, на самом деле, всё это, конечно, надо строго доказывать. И всё это не так уж и не очевидно. Можно тоже самое доказать с помощью площадей. А именно, можно взять площадь вот этого треугольника, вот такого. Она будет как раз равна синус х пополам. Потому что основание единицы. А с другой стороны, площадь треугольника, очевидно, меньше, чем площадь сектора. Ну, опять получается тоже нервно. Но нужно знать, что такое площадь и что такое площадь. Как можно обойтись вообще без геометрии? К сожалению, не так уж и просто. Давайте займёмся вот доказательством такого движения. Вот пусть у нас есть какие-то две функции от любого действительного перемета. То есть х может быть любым действительным словом. Я их обозначил си с геометрией. Ну, на самом деле, потом выяснится, что это и есть синус и кос. Но пока это какие-то производные функции. И вот допустим, что они удовлетворяют вот таким вот тоже. То есть си равно си на ко х. Вот одно равенство. И второе равенство аналогичное только для функции ко. ко х умножить на ко у плюс си у умножить на си у. Ну, и наши должны выполняться одновременно. Но если вспомнить настоящие синусы и косинусы, и формулу для синуса суммы двух углов, то вот это формула и получается. Только здесь мы вместо у берём минус у. Но формула эта ни у кого вытекает из вот этих формул сложен. Так что настоящий синус и косинус утворяют эти условия. Ну вот, конечно, замечательно. Если эти условия однозначно определяли бы эти функции, тогда мы могли бы определить синус и косинус просто как две функции, которые утворяют этим обоим токусом. Ну, и замечательное определение, где-то так и диаметр. Вот. Ну, к сожалению, так сделать нельзя, потому что решение у этого равделия... Ну, да, вот эта система называется это система функциональных уравнений. Потому что здесь си и ко это какие-то функции, которые вообще-то нам неизвестны. Иногда можно эти функции найти, глядя на такие уравнения. Поэтому такие уравнения называются функциональными. То есть ищутся там не числа, а функции. Ну, проблема в том, что... Ну, например, очевидно, что эта система функциональных уравнений удовлетворяет три функции, которые просто равны везде 0. Мы подставляем 0 и получим. Кроме того, он удовлетворяет и функции вот как. синус ах и косинус ах. Где а – это любое число. Ну, то есть можно взять синус 2х и косинус 2х. Подставляем и увидим, что точно прекрасно тут происходит. Ну, мы, правда, не знаем, что это происходит в косинусе. Я пытаюсь определить, но вы-то, наверное, слышали про него. Поэтому я могу так сказать. Так что вот эта система уравнений, она однозначно, к сожалению, нашей функции не определяет. Придется к ней что-то добавить. Ну, можно добавить вот такое, не очень приятное, правда, на весь угол. Cx меньше x, а x меньше Cx делить на полность. Ну, C делить на полность можно сокращенно назвать так. Потому что это так. Ну, поскольку они не настоящие у нас там, какие-то функции пока нам неизвестны, то я обозначу так. Вот такое вот условие. Ну, и это условие достаточно, чтобы оно выполнялось при любом x. Положительном, ну, меньшем какого-то конкретного. Не требуется, чтобы оно выполнялось при всех положительных достаточных. Вот такое условие. Ну, откуда оно берется, тоже понятно. Я только что показал, что настоящий синус меньше x, и настоящий tantum больше x. Если x положительное число и не очень хорошо есть. Но оно выглядит, к сожалению, неприятно. Но без него обойтись нельзя. Потому что вот такая вот функция, если а будет больше единицы, например, 0, она не будет удовлетворять вот эту неравенство. А если вот этого неравенства не будет, то, например, нулевые функции будут додиться как решение. А нулевые функции, естественно, этому условию не удовлетворяют. Но здесь, в Момце, конечно, мы предполагаем, что форм x будет не равно нулю при всех x из этого интервала. Иначе это не имеется. Так что вот приходится дополнять какие-то дополнительные функции. Условия окажется достаточно. И ему удовлетворяет только одна пара функций. Настоящий синус. Настоящий синус. Это я сейчас попробую это доказать.